теми. Мы не существуем в ассоциативных центрах нашего мозга, что вновь подтверждает нашу сущность и подтверждает саму личность. Для среднестатистического человека, живущего в мире и смотрящего на жизнь как на скучную или не вдохновляющую, причины состоят в том, что он даже не пытается получить знания и информацию, которые бы его вдохновили. Он столь загипнотизирован своим окружением посредством коммуникаций, телевидения, посредством живущих людей, созданных идеалов, с которыми все борются, чтобы стать тем, кем никто другой не станет в условиях физической внешности, в определении красоты и даже отваги. Это все иллюзии, иллюзии, в которых большая часть людей пасует и проживает в посредственности. И они могут жить такой жизнью, и их душа никогда не будет стремиться к их желаниям, никогда не выйдет наружу, чтобы они могли стать кем-то другим. Но если она выйдет наружу, и они спросят самих себя, есть ли что-то еще или для чего я вообще существую, в чем смысл жизни, к чему я стремлюсь, что станет со мной после смерти, они начинают задавать эти вопросы, они начинают заигрывать и взаимодействовать на восприятие, что возможно скоро у них произойдет нервный срыв. Но в реальности, все, что они делают, это лишь старые концепции о том, как они смотрят на свои жизни, и тогда весь мир начинает рушиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok